Армения и сегодня любят везде хвастаться и глаголить о том, что 89-я армянская дивизия под командованием Серюгина участвовала в Берлинской операции 1945 года. Вот мол, маршал Жуков тоже об этом написал. И это есть бессовестное оскорбление памяти всех без исключения участников Великой Отечественной войны. Маршал Георгий Жуков пишет, первыми ворвались в Берлин с востока следующие войска, входившие в состав 26-го гвардейского корпуса генерала Фирсова и 32-го корпуса генерала Жеребина. 94-я гвардейская дивизия, командир Гаспарян. 89-я гвардейская дивизия под командованием Серюгина. 266-я дивизия. 60-я гвардейская дивизия. 416-я дивизия, командир Сызранов, начальник политотдела, полковник Меджидов. И 295-я дивизия. 94-я дивизия, которой командовал Гаспарян, не была армянской. Гаспарян, кстати, рожденный не в Армении, а Турции, был всего лишь командиром. Формировалась эта дивизия где-то под Курском. И она ни в коем случае не была национальной, а тем более армянской. Армяне в своей фальсификации делают упор на цифру 89. Дело в том, что в Великой Отечественной войне участвовали 89-я гвардейская дивизия и 89-я Таманская стрелковая дивизия. Это две совершенно разные дивизии. В 1945 году 89-я Таманская стрелковая дивизия не подходила к Берлину. Она была сформирована в Ереване из армян. Эта дивизия не принимала участие в штурме Берлина. Есть один ролик, где говорится о том, что армянские солдаты, освободившие Берлин, у стен Рейхстага танцуют танец кошари. Но это единственное их достоинство, что во всей этой суматохе, которая царила в то время в только что освобожденном Берлине, они нашли оператора, сняли весь этот маскарад на кинопленку и сегодня используют это как доказательство того, что армяне освободили Берлин. Армяне Берлин не штурмовали и не освобождали. В Берлин штурмовали шесть дивизий, в том числе 416-я азербайджанская дивизия, о чем и пишет в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Жуков. Теперь об участии азербайджанцев в Великой Отечественной. 416-я дивизия формировалась под Моздоком, но в основном в Азербайджане, под Гуджарами. И это была национальная азербайджанская дивизия. Прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Именно бойцы 416-й дивизии под руководством полковника Рашида Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами. Генерал Федор Боков. С июля 1944-го и до конца войны член военного совета 5-й ударной армии. Вот что пишет генерал Боков в своей книге «Весна победы» об азербайджанских солдатах, принимавших участие в битве у Бранденбургских ворот. У ворот начался митинг. Его открыл комсорг полка старший лейтенант Вул. Первым выступил генерал Зюванов. Он с большим подъемом говорил о подвигах наших воинов при штурме Берлина и о великом значении победы. Последний выстрел в историческом сражении за Берлин, сказал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот. И этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война. И этим все сказано. Так что армянские дашнаки пытаются спекулировать даже на этих святых для каждого чувствах. В очередной раз, сделав неудачную попытку представить себя в роли особой нации, которая, оказывается, всадила последнюю пулю в Третий рейх. Ничего не скажешь. Конечно, Армения особая нация. И в первую очередь отличается, как говорится в одном известном мультфильме, умом и сообразительностью по искажению любых фактов, особенно исторических.